Музыка 3 апреля на территории спорткомплекса «Арена Истра» прошел муниципальный форум председателей многоквартирных домов «Управдом». На переговорной площадке встретились представители областного правительства, Истринская районная администрация, администрации поселений, руководители управляющих компаний, председатели советов и собственники многоквартирных домов. Всего присутствовало более 200 человек. Начали форум с приятного – с награждения победителей акции «Герои нашего двора». У меня тоже цветы, как у всех женщин. После честования активных жителей форум заработал в полную силу. Собственники помещений многоквартирных домов задавали вопросы по волнующим проблемам лично Дмитрию Пестову, заместителю председателя правительства Московской области ИА Александру Когану, руководителю главного управления Государственная жилищная инспекция Московской области. Руководитель администрации Истринского района Андрей Дунаев также активно участвовал в обсуждении проблем. Председатель главного комитета, наш дом – это полигон беззакония, который можно переписать в жилищный кодекс, все наоборот, конституция, все наоборот, потому что на сегодняшний день, приватизировав в восьмом году квартиры по решению суда, хозяинами дома мы не стали. Нам навязывают управляющую компанию, которую мы не выбирали, которая с нами на контакт не идет и ничего не делает. В ближайшее время появится другая управляющая организация, значит, у вас теперь процедура следующая. Либо вы до 1 мая проводите собрание и выбираете новую управляющую организацию. Если до 1 мая вы сами ее не выберете, то с 1 мая глава проводит открытый публичный форум по отбору новой управляющей организации. Главный вопрос форума – модель взаимодействия жителей домов и управляющих компаний. Вероятно, скоро все изменится в лучшую сторону. Для осуществления деятельности управляющей компании необходимо получать лицензию. Недобросовестные организации с рынка уйдут. Сегодня идет большая работа по лицензированию управляющих компаний. И вот все управляющие компании с 1 мая уже должны работать только с лицензиями. И когда они получат лицензии, а перед тем, как получить лицензию, надо сдать экзамен квалификационный. То есть не может прийти компания, которая не знает требования определенных законодательств Российской Федерации, которая не знает те принципы, которые сегодня надо реализовывать в жилищно-коммунальном хозяйстве. По словам руководителя Истринской администрации Андрея Дунаева, 18 управляющих компаний района подали заявки на лицензирование. Практически все муниципальные компании, руководители прошли аттестации, все получили лицензии. То есть все, кто обслуживаются муниципальными управляющими компаниями, дома, жители этих домов могут быть спокоены. Руководители управляющих компаний муниципальных практически все прошли. Я думаю, что это вопрос комиссии, поэтому я не могу забегать, но, наверное, есть все шансы тому, что они сдадут. При этом у нас не все подали управляющие компанией на лицензию и не все, соответственно, руководители тоже получают запрещущие клиентации. Все данные есть. Я не хотел бы забегать опять же вперед, потому что есть еще срок, еще целая неделя на проведение таких процедур. Вот то, что сегодня рассказывал Коган Нарисова Корресович. Глава областной госжилинспекции подчеркнул, в течение недели будет обнародован реестр управляющих компаний, которые лицензии получили. Но и в этом случае дом вправе отказаться от услуг компании и выбрать другую. Истринское жилищно-эксплуатационное управление, немало возволновавшее истринцев своими перетрубациями, в лице нового руководителя заявляет, учиться для улучшения деятельности готовы. Обучение – это процесс постоянный, и каждая управляющая компания, которая ценит свои кадры, она должна постоянно вкладывать средства и выделять время на обучение сотрудников. Потому что вариться в собственном соку, в собственном предприятии – это чревато последствиями. У нас постоянно меняется законодательство, постоянно появляются новые технологии, появляются новые подходы, новые даже структуры. Вот недавно появился общественный контроль ЖКХ. Поэтому кадры решают все, и чем более подготовленные кадры, тем более успешна компания, а значит и более довольны ее клиентам. Несмотря на лозунг форума, житель всегда прав. От собственников площадей многоквартирных домов также ждут инициатив. По учреждению советов, актуализации проблем, иначе ситуация в жилищной сфере не изменится. Форумы такого формата, они помогают в каком плане. Вот если бы организовывали, еще лучше, то есть системные вопросы на первый план выставлять. То есть каким образом правительство может вмешаться в какие-то ситуации. Я и первый раз была на форуме в декабре председателя Советов домов в Доме правительства Московской области. И вот сейчас присутствую на втором форуме, где уже они выездная у них сессия, скажем так. И на обоих форумах я подошла к Когану Александру Борисовичу. И что там я вопросы ему сумела дать, списочек, что сегодня это самое произошло. Екатерина Харитонова, Денис Лесиков и Странет ТВ.